Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 апреля. Я вот пока не завалила нас снегом, хочу показать вам этот самый ракомболь, про который я говорила, что самый мой любимый, самая первая весенняя зелень. А про снег сказала, потому что прочитала, что в Челябинске все завалило снегом, и у нас сейчас ветер поднялся такой нехороший. Мне кажется, у нас тоже будет снегопад и прогноз на понижение температуры до нуля. Вот смотрите, еще весь огород голый, вообще, ну видно, что никакой растительности, ничего еще нет. Даже подзимный лук еще не вылез, и чеснок еще не вылез. Ракомболь уже вот такого размера. Вот моя рука, видите, уже в палец длиной. Мне дала его соседка, я вообще не знала, что такое ракомболь. Потом начиталась в интернете, у него столько много названий, и слоновий лук, и египетский лук. И как же, и подлуковый чеснок какой-то, прилуковый чеснок, и лука-чеснок. Ну, короче, очень-очень много названий. Но вот ракомболь чаще всего встречается. До чего же он вкусный. Это вот первая весенняя зелень, раньше лука-батуна. Смотрите, какой красивый, как розочки. Роза и роза. Я, конечно, мне его жалко, вот он когда будет большой, и листья будут большие. Без листьев он некрасивый, у него такие красивые зеленые листья. А они такие сочные, вкусные. Вот на вкус... Да, у него он отдает чесноком, похож на чесночный вкус, но все-таки он мягче. Чеснок же невозможно без хлеба есть. А вот этот я когда высаживаю томаты в теплице, я подойду один листик съем, подойду еще один. Они здоровые такие, сочные. Мне его жалко общипывать, потому что он делается потом некрасивым. Но я не могу держать себя в руках. И я вот за тот период, пока я высаживаю томаты, я весь его общипаю. Вот хорошо, что он начал у меня размножаться. Как красиво цветет вот эта вот головка такая у него какая-то синя-фиолетовая, что ли. Даже не могу... Не помню какой точно оттенок. Вот такая вот хорошая, пушистая. И семена, как у лука-чернушки. Я в том году набрала. Вот хочу размножить, сделать целую грядку. Не знаю, получится или нет. Сейчас пораньше где-нибудь посею на солнечном месте. И потом расскажу вам. Если он вот так семенами его можно размножить, то семян у меня много. Я вот если буду... Ну будет кому нужно, могу даже уделить. Но это очень такое... У кого нет ракомболя, заведите обязательно. Борьба с витаминозом сейчас первая зелень и такая вкусная. Во-первых, наверное, все-таки она очень полезная, потому что он и лук, и чеснок полезный. Но его невозможно, лук и чеснок есть без хлеба. А эти листья... Вот чем-то напоминает вот эту таежную черемшу, которую у нас в народе называют колба. Но она все равно резче. У него более нежный такой вкус. Очень вкусный. Я думаю, что в нем очень много витаминов. Вот моя любимая, моя самая-самая первая весенняя зелень. Даже еще до салатов и до редиски вырастает ракомболь. Потом будет побольше он, и я вам покажу, какой он красивый. Постараюсь. Один не буду объедать, чтобы во всей красе вам показать его цветком. Продолжение следует...